ну давайте от экономики все-таки вернемся к политике и поговорим о сенате такая еще одна тема совете федерации о совете федерации но я уж так по нашему по простому вкратце история до сергей пахомов пошел сенатором вместо юрия смирнова что-то там не получилось по одной версии юрий валентин ищ помог этому не получилось по другой версии сергей александрович ушел чтобы михаил александрович место занял михаил александрович место не занял и стал у нас теперь бочков говорят при этом суть вопрос какая говорят и вы тоже хотели быть сенатором но не стали не смогли почему почему хотели почему не смогли значит опять я значит разделю этот вопрос на три части первая часть озвучивал ли я когда-либо свое желание быть представителем ивановской областной думе в совете федерации вы желание в этого этот кабинет занять не озвучивали никогда поэтому я бы пропустил этот вопрос давайте опустим а значит я могу сказать одно что вопрос относительно представить представители ивановской областной думе в совете федерации решался коллективно это решение принималось на заседании политсовета регионального отделения политической партии единая россия естественно что мы проводили консультации в том числе и с советом федерации в том числе консультации вел и временно исполняющий обязанности губернатора павел Алексеевич коньков с председателем совета федерации валентин иван матвиенко и вот в рамках этих консультаций подчеркну не только конькова с матвиенко но и консультации пахомова секретаря регионального политсовета с неверовым секретарем генерального совета партии между мной как председателем думы и временно исполняющим обязанности губернатора и секретарем регионального политсовета пахомов то есть они в разных форматах были было выработано общее подчеркну общее консолидированное решение что фракция единая россия на основе решения регионального политсовета предложит кандидатуру владимира михаловича бачкова значит на чем основан это решение вопрос не прозвучал но я тоже могу сказать оно основано на наших ожиданиях что владимир михалович бачков будет использовать свои лоббистские возможности мы не скрываем этого свои лоббистские возможности в интересах ивановской области прежде всего защите бюджетных интересов у бачкова есть какие-то лоббистские способности у владимира михаловича бачкова есть добрые отношения с помощником президента российской федерации евгения михаловича школа вам у евгения у владимира михаловича бачкова есть опыт работы в бюджетном комитете и вообще опыт работы финансиста у владимир михаловича есть хорошее знакомство с теми людьми которые на уровне правительства российской федерации определяют программы финансирования поддержки сельского хозяйства и мы рассчитываем на то что сегодня этот потенциал владимир михаловича будет безусловно реализован пока владимир михалович бачков руководил комбинатом тепличный про этот комбинат тепличный никто не вспоминал потому что коллектив получал зарплату продукция реализовывалась а межрегион газ не отключал газ более того комбинат тепличный одну минуточку комбинат тепличный при владимир михаловича выступал постоянным благодетелем по отношению к бюджету новоталицкого сельского поселения почему потому что сумма переходящих долгов за услуги жилищно-коммунальные которые были поставлены комбинатом тепличным населением но своевременно администрация не оплаченному муниципальными предприятиями не оплачены она в отдельные моменты достигала и 20 миллионов рублей условия хозяйствования и правила игры на сельскохозяйственном рынке были иные в 2008 году государство это правило игры поменяла и комбинат тепличный в силу этих правил превращаться в планово убыточное предприятие теперь я теперь во всем будет виноват фироян он нас в этом году во всем виноват но я могу сказать только что тельманомоевич фироян уволился по собственному желанию с поста генера с должности генерального директора комбината тепличный и таким образом априори он уже ни в чем не виноват потому что он не является ответственным должностным лицом если есть вопросы к тельманомоевичу у каких-либо государственных органов относительно того как он осуществлял руководство комбинатом тепличным пусть они их зададут и в первую очередь пусть эти вопросы задаст собственник а я напомню что собственником являются российской федерации ясно самый эффективный как показывает практика собственно я разделяю вашу иронию по этому поводу потому что являясь конституционалистом по своим научным убеждениям конечно я не буду спорить с вами что государство в целом государство как институт является самым худшим собственником из всех возможных и все-таки возвращаясь к кандидатуре сенатора вот не могу я понять одного десять лет был сенатором юрий валентинов смирнов он всех устраивал его там награждали его ему пели дифирамбы и он был самым лучшим он привлекал деньги там текстильщики на него молились он в туризм привлекал да я не рисую нимбу не он но так было и вдруг в какой-то месяц он становится не нужен и мы человека лоббистские возможности которого мы знаем и которые востребованы для региона берем и спокойно меняем я еще раз подчеркну что мы безусловно отдавали себе отчет поддерживая кандидатуру владимир михалыча отдавали себе отчет что нам будут задавать вопросы но я еще раз хочу сказать что единая россия являются партией в которой демократические процедуры как бы иронично к этому не относились но демократические процедуры закреплены уставом они реально работает по кандидатуре юрий валентинович а большинство членов регионального политсовета имеет мнение что юрий валентинович спасибо он поработал достаточно на благо ивановской области мы сегодня пришли пришло время когда сенатором должен быть другой человек даже несмотря на то что 16 крупных промышленников ивановской области подписали письмо в котором просили вас и политсовет оставить его лицея что промышленники они что какими-то особыми привилегиями обладаются но вообще вроде для народа у нас и партии для народа народа поддержал депутатов что-то я не видел этих промышленников списке кандидатов депутата ивановской областной думы чем дмитрий сиганов да и к сожалению он не подписал то воззвание про которое вы говорите Продолжение следует...